Привет! Краткая история, простой и лёгкий способ разобраться в любой теме. Сейчас мы решили рассказать вам о российском флоте. В этом выпуске вы узнаете, когда и кто его создал, для чего он был нужен и какие самые мощные корабли есть у нашей страны прямо сейчас. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Согласно свидетельствам, в Древней Руси военные суда существовали уже в 860 году, во время морского сражения с Византией. Тогда в битве участвовали 360 кораблей и 8 тысяч воинов. Так как никакого оружия на этих кораблях не предусматривалось, то самым частым средством нападения был обычный абордаж. Также эти плавсредства были очень хрупкими, потому что делались из обычных досок. Затопить их не составляло никакого труда. Такой флот был непостоянным и создавался только для набегов и грабежей. Попытки завести подобие государственной флотилии предпринял Иван Грозный в 1570 году. На то время на Руси не было мастеров, которые могли бы сразу начать делать качественные военные корабли. Выход нашелся сразу. Был нанят зарубежный Каперский флот. Проще говоря, появился целый отряд легальных пиратов. В их обязанности входил морской разбой и грабеж чужих кораблей, которые заплывали на приграничные территории. Продлилась эта история всего пару месяцев. Попытки наладить производство качественных военных кораблей предпринял и русский царь Алексей Михайлович в 1667 году. Под его руководством появляется первый русский парусный фрегат «Орел». Именно на нем впервые подняли российский триколор. Более подробную историю российского флага вы можете узнать, посмотрев наш выпуск. Настоящим отцом военно-морского флота становится Петр I в 1695 году, когда создает Азовский флот. Он присоединяется к русской армии и хорошо себя проявляет во время битв с Турцией за выход в Черное море. В это время в стране появляются собственные судостроительные верфи и мастера кораблестроения. 18 мая 1703 года образуется еще и Балтийский флот. В этот день Петр I с солдатами на 30 лодках смог захватить два шведских корабля. Царь самолично взял на бордаж судно, имея в руках топор и гранату. Это событие стало настоящей сенсацией. Каждый участник сражения в дальнейшем получил медаль с надписью «Небываемое бывает». К 1711 году в России уже было 188 кораблей. Флот стал огромной структурой и приходилось думать над тем, где брать профессионалов для работы на нем. В 1720 году Петр I лично создает морской устав Российской империи. В нем указано, кто может находиться на корабле и какие функции каждый должен выполнять. Так матросами могли стать любые люди из народа, а вот офицерами – только представители дворянского рода. К решению оказаться на флоте нужно было отнестись со всей ответственностью, потому что срок службы в то время был пожизненным. 22 октября 1721 года флот переименовали в Российский императорский флот, так как сама Россия стала империей. В 1723 году флот достиг пика своей боеспособности. В России даже появляется первый стопушечный линейный корабль Петр I и II, который спроектировал сам Петр Великий. Судно считалось одним из самых мощных, которые на тот момент существовали в мире. К сожалению, ситуация изменилась, когда в 1725 году императора не стало. Флот практически полностью забрасывают. Петр II не строит новых кораблей и не выделяет деньги на поддержание старых. Все вернулось в нормальное русло только в 1730 году, когда за дело взялась Анна Иоанновна. Благодаря ее влиянию флот снова воспрял и вернул себе былую славу. Были выиграны несколько сражений. В честь этого появился еще один самый мощный корабль со 110 пушками на борту. Его назвали «Императрица Анна». Это был заслуженный подарок самой себе. Екатерина II тоже не сдавала позиции и особое внимание уделяла именно усилению морских сил. Так, благодаря Екатерине, в 1783 году создают Черноморский флот. Ей же принадлежит идея назначить в нем главным Федора Ушакова – гения морских сражений. Если вы не знали, то он не проиграл ни одного из 43 боев и не отдал ни один корабль в плен. Уже в конце XVIII века российский флот входил в тройку самых сильных флотов мира вместе с Великобританией и Францией. В 1802 году появляется собственное Министерство морских дел. В 1856 году Российская империя проигрывает Крымскую войну. В результате этого флот вынужден уйти из Черного моря. Но поражение только подстегнуло государство развивать свои морские силы. С этого момента решено отказаться от старых парусников и начать делать новые корабли мирового уровня. Тогда появляются первые броненосцы, мониторы, плавучие батареи и канонерские лодки. После этого последовало еще одно крупное поражение в 1904 году, когда началась русско-японская война. Во время решающего Цусимского сражения императорский флот был сокрушен. Почти все корабли затопил противник либо уничтожил сам экипаж. Только четыре судна вернутся в родные гавани. В один момент русский флот прекращает быть третьим по величине и становится только шестым. После этого Николай II понимает, что необходимо что-то менять. В 1906 году Российская империя вкладывает огромную сумму денег на военно-морские нужды, а именно 519 миллионов долларов. Но и это еще не все. 19 марта создается подводный флот из 20 лодок-миноносцев. С этого момента военно-морские силы начинают набирать обороты, но ненадолго. В 1920-х годах, когда у власти оказался Ленин, флот постепенно уходит на второй план. Производство кораблей полностью прекращается, а те, которые уже имелись в строю, либо уничтожаются, либо выходят из строя. Полосу неудач заканчивает пришедший к власти Никита Хрущев в 1953 году. Он прекратил производство всех строящихся кораблей и подписал указ о создании ракетоносного и атомного флота. Начали создаваться атомные подводные лодки. Первой из них стала подлодка «Ленинский комсомол». Также построено и введено в строй 248 дизельных подводных лодок и 619 надводных кораблей. Проходят массовые военно-морские учения, что приводит флот в порядок. В 1985 году советский флот достиг пика своего могущества. В его составе был 1561 корабль. По боевому потенциалу советский флот занимал второе место в мире после ВМС США. После развала СССР в 1991 году флоту не уделяли должного внимания. Развал экономики привел к тому, что многие корабельные заводы и верфи закрылись или остались за пределами страны. Такой упадок продолжался совсем недолго. В 2009 году, когда экономическую ситуацию наладили, развитие отечественного флота вновь становится первостепенной задачей. Все имеющиеся в стране верфи были загружены на 100% производства. Появляются новые корабли и подводные лодки последних поколений типа «Ясень» и «Борей». Регулярно проводятся различные учения. В 2012 году президент Владимир Путин объявил о плане строительства 51 современного корабля и 24 подводных лодок всех классов. На данный момент российский флот считается одним из самых могущественных в мире и с каждым годом будет становиться только лучше, продолжая традиции, которые заложил в свое время Петр I. А что вы думаете по поводу российского флота? Хотели бы стать капитаном какого-нибудь судна или у вас сильно развита морская болезнь? Пишите свои ответы в комментариях, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. До встречи в новом выпуске! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА